Вот у нас сегодня меньше времени, это важнейший момент, если вы скажете Константинович сейчас будет учить вас прививки глазком, почкой, то, что называется окулировкой, щитком, ошибаетесь, вы сейчас поймете, что я не рекламирую этот способ, а я сейчас скажу то, чего никто никогда не говорил, не говорит в течение десятилетий, потому что именно этот способ пропагандируется в университетах, институтах и академиях. А почему существовал в современном мире только один человек, который говорил, не сметь, не сметь, не сметь. Помните летние обрезки и осенние, это смертельно. И вот несколько дней назад, и где-то у меня, я вам показывал из этих, книга Мичурина найдена на помойке, прислана мне, я сделал 10-20 фотографий, одну из них показываю вам. Это важнейший момент, пусть и для Елены той, которой нужно первый класс пока пройти, да. Это даже, это нет, ой, мне не поймут даже выпускницы-темиряйцевки, у них же это, они зомбированы. Что же делать-то? Ну, объясняю тем, кто меня это поймёт. А такие могут быть даже треноклассные образования. Вот, казалось бы, в чём связь? Сейчас поймёте. Я нашёл у Мичурина такую фразу, такой абзац, а ведь опять нас двое, значит, уже нас ходит по-одиночке. В этот раз я взял себе в напарники Мичурина забытого, оболганного. Вот, понимаете? Один-два раза вы брали себе оппонента те самые, которых мы называем этими. Всё, ладно, обойдусь сейчас. Смотрите. Итак, вначале я вас, это для высшего, это уже для будущих студентов. Для будущих этих, это студенты будут отвечать на экзаменах. Если он это не знает, почему нельзя делать экулировку? Ну, ветераны знают, но я знаю. Но я надеюсь на новичков, на новичков, на новичков. Вот. А многие из новичков говорят, а у меня высшее образование. Как я удивился, когда мой брат двоюродный, мой лучший друг, мой двоюродный брат, мыслим погодки, мыслим это. Он, типа, да я знал, что-то электромеханик. Вот, золотые руки. Но все, что он кончил. Сельхоз вуз. Я не знал. Сельхоз вуз. И он проходил ту же самую программу, что те выпустился, те меряги, которые сказали, это ложь, это мошенничество. Не получим мы никогда из культурных семян эти самые, ничего, кроме дичков. Вы понимаете? И вот какой народ, а таких, как мой брат, уже много, и среди нас есть. Смотрите. Смотрите внимательно. Что мы будем говорить? Вначале ликбез. Лучшие сроки для окулировки. Середина июля по середину августа. Это не секрет. Это вы просёте сто и тысячу раз. Тысячи изданий. И везде будет стоять вот это. Так? Ну, а дальше я не буду это читать. Почему? Потому что мы не будем с вами заниматься окулировкой. Вот. Рост побегов практически закончил. Ну, короче, а это, так сказать, обосновать. Ладно. Вот. Вот эту фотографию я показывал. У меня их несколько. То есть, стоит посадить. А даже если не посадить. А просто передачу не обрежать. И умудряется в октябре месяце, когда уже минусовая температура, плюс-минус ещё и за это. Проснуться. Вот этот момент уловили. Почему нельзя этого делать. То есть, можно, даже нужно в операции посадки саженцев. Это учёба, друзья. Обрезать надо. Момент угадать. Тысячу раз мы с Сергеем Железовым это делали. В сентябре пересаживали. А у нас всё-таки Сибирь. В октябре они засыпали. И однажды четыре саженца взяли и не уснули. Пусть четыре тысячи. Это дало возможность сделать великолепный учебник с ним. Смотрим дальше. Вот. Значит, вот это я вставил. Сейчас объясню почему. Пусть я долго говорю. Это до будущих студентов. Вот. Значит, когда человек посмотрел один из тех уже коротких фильмов. То есть, времена разрезаны на куски. Куски, выставленные моим братом на всё-всё обозрение. И вот там появился вот именно вот такой комментарий. Про обрезку не совсем грамотно написано. Это я, этот самый. Не грамотный. Внимание. Это нормальный человек. Он не лучше, не хуже других. Люднюю. Но он, может быть, он даже не совсем русский. Люднюю обрезку можно и нужно делать, но правильно. То есть, если правильно сделать, тогда летняя обрезка безопасна. Посмотрели? Посмотрели? Да? То есть, это представитель противоположной стороны. И, наконец, вот это мы прочтём. Ради этого стоило устраивать вебинары. Уже с умнейшими людьми, которые здесь 30-40 сейчас, ещё там 2-3 сотни, потом посмотрят. Но ещё раз говорю, я работаю на будущем. Итак, Мичурин. У меня таких приготовлено, но я для каждого вебинара будет по одному. При срезке черенков с маточного дерева одного сорта для первого разрушения окулировкой. Поняли? Нужно быть чрезвычайно осторожным в количестве срезаемых черенков, которое ни в каком случае не должно превышать, запоминать, одной четверти всего количества побегов на дереве. В противном случае при снятии большего количества черенков, в особенности при сорой дождливой погоде, вы помните эти даты? Не по линию специально. С середины июля до середины августа. Вот помните даты? Вот. Дальше. При сорой погоде дерево может начать развивать не своевременно новый прирост, вследствие чего осенние морозы. Захватит его еще с неокончившимся ростом, соку. И неизбежно повредят ему. И несмотря на прежде определившуюся вынос весного сорта, заметьте, как все портит. Дерево может сильно посмотреть от мороза как в этом году, так и в следующем. Ну а дальше уже это идет объяснение. Вы поняли, что такое Мичулин? Я это делал тысячу раз. Он это делал тысячу раз. Это мы практики. Мы с одного-то любителем с Мичулин. Тут я имею право себя рядом с ним поставить. Я, наверное, не меньше его делал срезовый и привил. Я говорю, это 30 тысяч деревьев привал. Ну и привал даже больше, если прошли. И вот я к чему это говорю. Это фактически означает, но еще продолжаем эту тему. Даже если вроде бы, вроде бы, вроде бы, не своевременно, но вы просто его не увидели, как пишет Мичулин, а только незаметно для вас набухли почки. Вот они были готовы, новый сорт в саду в опытном или просто в вашем саду. Ну, кто-то пообещал, что минус 40 выдержит. И вот он минус 40. Домой возьмете и скажете, ну, уже ли тут точно минус 40 выдержит. Но вот пришло июль, август, и вы послушались и взяли, и уже, это ладно при срезе черенков с маточного дерева, а просто взяли вот это вот подлость невероятнейшая. Я потом покажу. Вот. Сейчас вернусь. подлость невероятнейшая. Вот это вот людьми, которые ничего не знают, ничего не умеют, ничего не понимают, откуда ей выпустить эти мережники знать, что обрезка плодовых осенью, вот ее это самое, нельзя. Я вам специально показал то, что было в сентябре-октябре в своем саду. Проснулись почки, да? Вот. А дальше зимой, это вообще ужас. Это как в вашем доме снять оконные проемы, оставить квартиру на морозе, снять дверные проемы. Вот. Да еще не просто, нет. Вот когда еще калечишь тут же не просто резко, это калечие дерева. Там себе что-то подходит кувалдой, вышибает дверь, вышибает окна. Вот тоже самое это учит в баснице тебе рядовки. Мария, если ты, Мария, флорист, занимайся флоринием своим и не лезься, где ничего не понимаешь. Вот. Вот это вот, я почему-то грубо говорю, я хочу, чтобы дошло, чтобы понял, что вы творите. А теперь мои объяснения. А теперь мои. Еще раз говорю, не обязательно. Вот минус 40, а стоит вам, а еще, а вы возьмите, о советах таких тысячи, и они стало, это вот когда монетизировали этот YouTube, и стало, все начали писать, режьте, а чтобы была статья, нужно написать про весеннюю обрезку, про летнюю, про осеннюю, про поздноосеннюю, про зимнюю, и тогда статья, и тогда лайки, и тогда этот самый, мани. И вот ради этого, и не имея понятия, что не обязательно, как он пишет, нельзя больше четверти связать. Нельзя, потому что проснулся, и действительно просыпается. Я же ничего не выдумываю. Это моя псатунь, у меня просто дерево, бог таки возвышен. А он взял, кто-то задел, не помню. Она просто отломилась, я взял, отломенная, отрезал, и у меня взял, пошел, в июне месяце он пошел. Все, судьба его решена. Сибирь, с июня, по октябрь-ноябрь, никогда не выкормит, никогда. И не чурина об этом. Но это явно, это попьет. А главное, это я еще о другом. Что я замечал? Июнь, июль, август, сентябрь, в любом месяце может случиться так, что, когда, а, еще, это очень важно, пусть потом кто-то это перевозит в статью, пусть уберет лишние слова, эмоции. когда дерево большое, вы отрезаете, не тут, как тут четверть, больше нельзя, вы из сотни веток отрезали одну. А оно, может быть, и ничего не случилось. И пришла весна, остальные, это самое, 99 веток живы. Ладно, 50 веток, вы срезали 2. Убрали одну, 25, сейчас 4%. И вот тут, и тем более, если вы взяли из 10, из 20, одну, вот тут самое страшное случается, на взрослом дереве незаметно, а на молодом заметно. Я же не говорю, про это подлое прищипывание тоже нельзя делать, это та же самая, это, прищипывание, та же обрезка. Итак, было минус 40, и железо обещал минус 40. А кто-то вот прочитал вот эту вот, вот эту вот, купил книгу, там ниже вот эту книгу, да, вот, и она где-то срезал 20-ю часть. И человек не знает, один я знаю, ну так сложилось, ничего ли на нет, один я, что она теперь выдержит не больше 30. Дерево еще, может быть, даже выживет, но вдохлеть будет, уже покроется этими насекомыми, покроется все, кто будет его уничтожать, да, вот, пропустит урожай. А человек не знает, что он натворил. Они же, я покажу, это тихий ужас, что они творят, вот эти специалисты, якобы. Ну, вы самым принципом поняли, все зависит, надо будет перевести, я забыл, не догадался, надо будет перевести в простолат, что морозостойкость зависит от количества, не своевременно, пока пусть будет у мусора, не своевременно, летняя, осенняя обрезка, при зимней обрезке морозостойки не пойдут, не набухнут, но там другое, там сразу мороз пропадает внутрь, ведь обрезка на концом пропагандируется, вот, и вот получается, что летняя, осенняя обрезка, ее степень морозостойкости определяется количеством отрезанных веток, вот, ну и я очень надеюсь, что сегодняшний день прошел не зря, я как мог рассказал, у меня теперь союзник, величайший союзник, садовод номер один всей планеты, почему, потому что что положено Юпитеру, не положено быку, мы живем на севере, на юге, режьте, что хотите делать, 40 обработок, и к нам миллионы, тонн, яблок, круж, персиков, абрикосов, отравленных, вот, а у меня по-прежнему ни одного грамма отравленных, ни одного, смотрим дальше, я показал, что такое летняя обрезка, а если бы он обломился в июле, прирост был бы, ну, меньше, а в августе он бы тоже может проснулся, ну, еще меньше, а в сентябре могла просто набухнуть почка, просто набухнуть, или вот, вот это сентябре-кентябре, вот, смотрим дальше, осеннее светение знакомо, это бич садов, из этих топаных обрезок, бич, это дерево осенью зацветает, караул спасайся, вот, а это я уже третий раз показываю, оно тоже пойдет, вы понимаете, а это мой забор, это соседка, вот, я кричу, что ты делаешь, прекрати резать дерево, лето на дворе, бесполезно, а из вас сейчас об этом знает, сколько, вот сейчас, с учетом того, что я уже пятый или восьмой раз, об кричу об этом, используя разные фотографии, но один из тысячи, а остальные будут продолжать резать, представляете, друзья, какая ответственность на нас, представляете, у нас нет волонтеров, они есть везде, они помогают медикам, они помогают там старикам, у нас нет волонтеров, которые будут все это распространять, ролики, все, все, все. Субтитры создавал DimaTorzok